Чё, там перестало быть красно внезапно, и хопа, мы здесь. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем играть в ультра-супер-мега-атмосферную Outer Wilds. Мы продолжаем нашу экспедицию. Сегодня у меня в планах, не знаю, хоть что-нибудь новенькое открыть, чтобы, знаете, найти какую-нибудь зацепку, которая позволит нам продвинуться дальше. Вроде бы мы как бы продвигаемся дальше, тут весь мир перед нами открыт, но при этом нету такого ощущения прогресса. Есть пока только то, что мы просто смотрим на всякое. Итак, мы снова, мы снова просыпаемся здесь, у нас снова день сурка. В первую очередь мы пойдём, конечно же, на наш корабль. Погодите, знаете, чё мы можем попробовать? Мы можем попробовать следующее. Давайте взлетим и прилетим в то место, где мы видели телепортирующее семя. Телепортирующее растение, которое на терновник отправляло наш зонд. У меня есть мысль такая. Давайте попробуем отправить зонд сейчас туда и потом полететь на терновник. И найти тот зонд. Ох, аккуратнее, аккуратнее, не переворачивайся. Ah, very good. Ah, very so good. Давайте сразу возьмём наш костюм, спустимся вниз, где мы, вот мы где. Вот я, если я бросаю, то мы видим, где разведчик, да. Теперь давайте его вот туда, всё. Видите, где он находится? Разведчик вот у нас где. И мы идём за ним. Мы идём его искать. Я думаю, это так делается. Я думаю, я только что решил мегаголоволомку. 21 тысяча километров. Вот, нам сюда. До разведчика 5 километров. 4 километра. Он где-то прямо здесь. Он находится внутри вот этого, это центр. Это центр, стоп-стоп, отнести скорость. Помните? Я был здесь. И я, причём, сдох. Я сдох вот возле этой красной лампочки. Или где-то здесь. Страшно, страшно. Да, я помню, я летел именно в сторону красной лампочки. И это сыграло со мной злую шутку. Я погиб. Стоп, она исчезла. Теперь я её вижу снова. Что это? Что это такое красное? А, мне не нравится это. Что за... О боже мой, вы поняли, что это было? Это удильщик. Это космический глубоководный удильщик. Ха-ха-ха. Хорошо. Мы можем... Точнее, мы не можем лететь к красному фонарику. Но, может быть, мы можем полететь к белым фонарикам. Хотя, это то же самое. Наверное, это тот же удильщик. Вряд ли он будет добрым. Итак, я так понимаю, наш зонд снова у нас. Ведь всё ресетнулось. Я знаю, что надо сделать. Мы снова сейчас отправим зонд. И снова попробуем слетать. Итак, зонд отправлен. О, смотрите, какая интересная штучка. Это какая-то станция. Надо будет потом туда тоже слетать, посмотреть на неё. Знаете, что я замечаю? Что... Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Что, когда я влетаю вот сюда, эта планета начинает казаться гораздо больше внутри. Оп. Потому что так и есть. Она внезапно становится гораздо больше. А ну что? Мой разведчик находится прямо возле фонарика ещё одного. Главное к красному не лететь. Вот главное к красному не лететь, да? Окей. Смотрите. Всё окей. Мы миновали. Опасность миновали. Наверх. Сюда. 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 Что это? Что? О, ошибка. Копия сигнала. Ошибка. Копия сигнала. Чего? Ещё копия сигнала. Мы телепортируемся в какие-то непонятные места. В этой планете всё гораздо более огромное, чем кажется. Это как телепорты. Окей. Давайте попробуем сюда залететь. Оно копирует сигнал от разведчика. Но где он на самом деле? Я даже не знаю, как это понять. Хорошо. Вот они все теперь здесь находятся. Смотрите. Вот оно. Мы нашли. Мы нашли. Мы, блин, нашли это место. Мой разведчик. Вон он. Я его видел. Стоп. Стоп. Давайте соотнесём скорость. Мне не нравится. Мне, блин, не нравится здесь. Всё. Всё. Вот. Соотнесли скорость. Прекрасно. Очень хорошо. Это, по-моему, тут не то, что нулевая гравитация. Тут вообще её ноль. То бишь. Это то же самое. Собо. Давайте сначала лагерь попробуем изучить. Фух. Ты. Шпат. Ого. А ты-то-то откуда? Сюда никто не прилетал. Честно говоря, никогда. Получается, из всех камелян только тебе. И мне удалось достичь чёрного терновника. Поздравляю. О, это ты. Тебя записали в космонавты. И тебе удалось не умереть? Это похвально. Ну, как сказать. Да, не удалось. Ни разу не умер. Шпат, это ты? Вижу, сообразительность не самая сильная твоя сторона. Конечно, это я. Сижу тут с тех пор, как мой корабль того. Упал. Жёстко. Стоп. Что? Это отличная история. В ядре пучина гиганта больше нечего было исследовать. Поэтому захотелось мне проникнуть в чёрный терновник. Где ещё не был никто из наших. И вот я лечу, уворачиваюсь от огромной многомерной лианы с шипами и ни с того ни с сего натыкаясь на самого большого удильщика из всех, что мне встречались. Ну, думаю, выполню пару трюков, оторгусь от него, разгоняюсь, значит, на полную. А рыба вдруг хватает меня, швыряет на лиану и... В общем, корабль разбился. Бабах. После столкновения он заскрипел так, будто вот-вот и развалится. И стало понятно, что дело дрянь. И вот я выбираюсь, а вся электрика как начнёт искриться? Тут уж надо было решать. Либо бежать, либо умирать в муках. Пришлось выбирать первое. Сначала мой лагерь был неподалёк от корабля. Потом нашёлся этот скелет. Было бы глупо им не воспользоваться. Это место отлично подходило для того, чтобы окопаться и высадить семена из экстренных запасов. И вот я здесь. Ого. Точно. Ну, в общем, как-то так всё и получилось. Рассказать мне больше нечего, но можешь просто посидеть у костра. А можешь и не сидеть, костёр никуда не денется. Так, ещё вопросы? Хочу рассказать, что мне встретилось. Давай, выкладывай. На камельке обнаружилось семя чёрного тернов... Да, чёрного терновника. Это очень плохо, малёк. Как не устоит повторять кремень? Когда-то на месте чёрного терновника тоже была планета. Поэтому этот жуткий сорняк пустил в ней корни. А, а, почти, потом, простите. Потом он пустил корни и разросся так, что разорвал планету и раскидал обломки по космосу. Если ничего не сделать, камелёк постигнет та же самая судьба. А мы, камеляне, пережили слишком много, чтобы потерять всё из-за какого-то жалкого семечка. Так, хорошо. Что тут можно исследовать? Вот. Такой настрой мне нравится. Исследуй что угодно. Только учти, что пространство тут странное. Очень. Попробуй запустить зонд в одно из этих семян. Видишь, в них есть отверстие. В самый раз для зонда. Если запустишь, приборы покажут, что он находится сразу в двух местах. Мне кажется, это даже не совсем ошибка. Просто тут какое-то искривлённое пространство. Например, это семечко выглядит маленьким, а изнутри оно большое. Ну да, это я заметил. Гораздо больше. У меня было время подумать над этим. Кажется, пространство в Чёрном Терновнике расширяется каждый раз, когда пролетаешь сквозь сферу. Поэтому семена больше изнутри. По крайней мере, это моя теория. Учти, что в Чёрном Терновнике можно заблудиться и остаться навечно. Удачи. Спасибо, обрадовал. Расскажи ядре пучина-гиганта, и как тебе удалось туда добраться. До ядра пучина-гиганта? Ах, это было захватывающе. Судя по тому, что ты спрашиваешь, тебе ещё предстоит туда попасть. Если я расскажу, что делать, это будет нечестно. Хм. О чём это я? Ах да, а мой корабль, конечно, знатно вплющило в ту огромную полу-ляну. Ага. Думаю, тебе стоит тут погулять. Можешь зайти на хвост этого удильщика и поискать в тумане мигающий огонёк. Это мой старый корабль. Путь начинается оттуда. Следующее, что случилось с этим удильщиком. Ты про скелет? Он тут уже был до меня. Насколько я понимаю, удильщик грыз лиану и проглотил семечко. Оно начало расти у него в животе. Ой, меня так мама пугала. Она говорила, что если проглотишь семечко арбуза, то он прорастёт внутри. А потом, видимо, свободное место закончилось. Мерзко, да? Мне повезло найти этот скелет. Свет отпугивает других рыб. Они защищают свою территорию и избегают друг от друга. Срадно говорить рыбы, когда мы явно не под водой находимся. Поэтому я и живу тут. Окей. Что ещё можем спросить? Сказать на камельке, чтобы тебя забрали. Ну, можно, конечно. На самом деле тут даже неплохо. Можно сказать мирно. В твоём возрасте, наверное, этого ещё не понять. Но быть лучше всех довольно утомительно. Я пока отдыхаю. Окей. Так, хорошо. Нет, всё в порядке. Ну что ж, давайте, не знаю, пожарим маршмеллоу. Может быть, в этом суть игры. Представьте, вся суть игры в том, чтобы пожарить нормально маршмеллоу. Съесть. Отличный маршмеллоу получился. Ему понравилось. Ну ладно. Что у нас здесь ещё есть? Пока ничего особенного. Хорошо, давайте попробуем забрать наш зонт. Наш зонт. Секундочку. А вон то. Это как раз таки корабль. Ой, пожалуйста, не убивайте меня. Ой, пожалуйста. Странно, что удильщики живут здесь аккуратнее. Что они вообще живут здесь. Поскольку тут, очевидно, нету для них пищи никакой. Может быть, они могут жить просто тысячи, тысячи, сотни тысяч лет, пока... Прикиньте, такое существо бы жило, которое... О, блин! Фу. Фу, испугался. Прикиньте, бы жило такое существо, которое... Было устроено бы таким образом, что оно... Селится на планете и ждёт миллионы лет, прежде чем... Какая-нибудь жизнь его эволюционирует настолько, что станет цивилизованным. Прилетит на эту планету. И тогда она сможет поесть. Оно поест один раз и будет ждать ещё миллион лет, пока... Другое существо разумное не прилетит. Да, он, скорее всего, весь недосягаем для меня. Его даже трогать не стоит. Ладно, надо, видимо, какие-то поиски начать чего-то. Ладно, давайте, значит, что сделаем. Прилетим обратно на наш корабль. Ибо нам очень нужно подзаправиться. Секундочку. Ой, ай, ай. Больно. Кстати, о корабле. А, вон он. Нихрена его отнесло. Что это? Костёр, спасибо. Так, тихонечко. Надо подзаправить своё топливо. Подзаправить. Чёрт, 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 чёрт. Аккуратней. Аккуратней. Э, мы здесь. Прекрасно. Ой, я тебя только что понял, для чего здесь этот алмаз. Чтобы мы всегда... Гравитацию... Гравитация была для нас здесь нормальной. Давайте лечиться. Окей. И теперь борт-журнал. Что ты нам покажешь? Лагерь, где живёт Шпат. Что? Пустая луна? А, Лиана. Пустая Лиана. Нам нужно её найти. Итак. Всё гораздо лучше, чем мы думали. Шпат живёт внутри огромного скелета-удильщика, потому что не может выбраться на своём разбившемся корабле. Шпат говорит, что мой разведчик действительно может находиться сразу в двух местах, как показывают приборы. Шпат думает, что внутри чёрного терновника пространство подчиняется другим законам. Шпат не очень хочет возвращаться к цивилизации. Одна из причин в космосе царят тишина и покой, пускай и относительные. Окей, а здесь Шпат намекает, что я узнаю, как достичь ядра пучины-гиганта, если доберусь до конца пустой Лианы, о которую разбился корабль. Чтобы найти корабль, надо пройти по хвосту скелета-удильщика и поискать в тумане мигающий огонёк. Окей, я думаю, это лучше всего делать на корабле нашем. Таким образом мы будем экономить топливо. Давайте-ка найдём этот корабль ещё раз. И будем искать конец этой Лианы, от которой он ударился. Он ударился вот об эту. Значит... Стоп, стоп, стоп. Значит... Давайте... О, мой гад! О, нет. Так, я что-то всрал, да? Электросистема. Ой-ой-ой. Самая лучшая система. Она мне больше всего нужна. Ну, где Искрит-то? Где Искрит-то? Я не вижу. Вот. Электросистема. Зачем они сделали это всё снаружи? Это надо было делать внутри, чтобы было защищено стоять. Ещё раз. А-а-а! Белиссимо. Фух, ладно. Нам нужно найти конец Лианы. В какую сторону конец Лианы? Я не знаю. Давайте попробуем в эту сторону. Но она же... Она же раздваивается. Так, это что-то не то. Это что-то не то. Давайте в другую сторону. Оу. Она раздваивается во все стороны? Стоп, а может игра и как бы намекает, что нам нужно всё-таки пробраться внутрь? Ладно. Давайте так сделаем. Всё. Заправились. Гоу. Вот. Смотрите, мы можем, значит, пойти. Музыка заиграла. Да, смотрите. Вот сюда мы не можем никак. Но мы можем пойти в ту сторону, в которой я... А, вот она. Мы можем сюда пойти. Сейчас мы что-то откроем. Нечто важное. О, боже мой, я как будто сейчас из задницы великана вылезу. Оп. Где я? Мой корабль. 20 километров. Мы с вами... Мы вдоль пучины гиганта движемся. И, возможно, мы уже там. Всё время так вдоль двигался? Они всё время одинаково синхронно двигались? А это что за спутник? Почти не знаю. Но... Окей, хорошо. Мне не нравится этот звук. Солнце взорвалось. Да что об тебя. Мы потратили слишком много времени. Опа. Опа. Запись. Но мы сейчас её не послушаем. Нам придётся вернуться снова. Это всегда так неприятно. Фух. Всё, я прибыл. Довольно-таки быстро. Мы можем попробовать снова. Так, нам нужно вниз. И телепорт. Есть. А-а-а. Фак-фак-фак-фак-фак-фак. Ай, больно. Прям башкой ударился. Но вроде бы она целая. А-а-а. Где мы? Как мы тут оказались? Почему так? Где-то здесь было вот это место. Ну вот, теперь мы можем послушать спокойно. Полёт 4. Запись номер... Точно не один. Аварий 3. Скучных аварий 0. Лучший результат. Ого-го. Не думал, что увижу медузу за пределами пучины гиганта. Там они были очень полезны. Может и это пригодится? Что за медуза? Фу, ну и гадость. Оказывается, тело у них... У этих медуз жёсткое, как резина. Может это, чтобы защитить внутренности от электричества? Надо попробовать. Может они будут лучше на вкус. Окей, борт-журнал обновлён. А, это что такое? Какая-то фляга? Аутор Уайлдс Венчурс. Окей. Это она выглядит... Если честно, она выглядит раскалённой. Это... Это, кстати, медуза. Это она. Оф. Типа, я её могу кушать. Эм... Давайте вернём зонт. Ну-ка. Оу. О, внутри медузы. Он прям проникает сквозь медузу. Что? Что это? А я тоже могу проникнуть сквозь медузу? О, здрасте. Это наш инструмент по-любому. Шпат, не ешь. Это даже перед лицом голодной смерти. Такая гадость не заслуживает того, чтобы стать твоим последним ужином. Видимо, эти медузы годятся только для электроизоляции. Повторяю, не ешь это с любовью. Шпат. Борт-журнал обновлён. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Как мы забавно, да, нашли? Вот эту вот записку. Почему я там оставил? В самом невидном месте. Собственно. И что дальше? Что? Что дальше? Зачем я здесь? Мы обновили борт-журнал, но что мы нашли? Попробуем спрыгнуть вниз. Я больше просто не вижу, куда ещё можно пойти. Давайте спрыгнем. О, мой гад. Страшно. Страшно. Погодите, мы снова здесь. Мы просто в этой ледяной части находились. На терновнике. Мама. Давайте попробуем вернуться к нашему кораблю самостоятельно. Вот, вот, сюда. Сюда, сюда, сюда. Мне очень хочется прочитать, что конкретно мы нашли. Кстати, это же записка была для Шпата, да? Это значит, что нам нужно будет ему сейчас рассказать об этом. Или это Шпат? Кто это писал, короче? Для Шпата, по-моему. Оп. Фух, мы здесь. Лечиться. Борт-журнал, давай. Что я нашёл? Окей. В заметках, которые оставляет Шпат... А, стоп. Это да, это Шпат писал. Описана попытка съесть эту вмерзшую в лёд медузу. Снаружи тело этих медуз жёсткое, как резина. Возможно, это помогает им защищать внутренности от электричества. Шпат пишет о том, что хочет попробовать внутренности медузы, чтобы узнать, не лучше ли они на вкус. Благодаря этому эксперименту выяснилось, что медузы годятся только для электроизоляции. Но, получается, мы можем как-то этим воспользоваться, и нас не будет кодцать электричество. Ладно. Смотрите, давайте попробуем... Стоп. Вот сюда запихнуть. Оп. Хорошо, он летит откуда-то оттуда. Давайте просто в ту сторону полетим. Ага. Кажется, я сейчас вылечу из ещё одной задницы, да? Да. Ой-ой-ой. Хочу ли я вылетать? Я так не думаю. Я хочу обратно. А лучше-ка я обратно полечу. Ой, Евгений заблудился, кажется. Он не знает. Я не понимаю, где я нахожусь. Итак, у меня топливо на исходе. Такое ощущение, как будто я в одно и то же место прихожу. Давайте обратно. Смотрите. Красное. Это телепорт. Нам нужно на красное пойти. Я сейчас задохнусь. Всё. Итак, что мы поняли? Мы поняли, что медузы можно юзать как электроизоляцию. Это значит, мы сейчас полетим ещё раз на терновник. Только для того, чтобы сходить в тот красный телепортер. Я хочу понять, что это значит. Что он вообще хочет мне сказать. Окей. Теперь тишина. Теперь спокойно. Мы аккуратненько летим к красному телепорту. Ну что, попробуем? Оу, смотрите. Ну что, там перестало быть красным внезапно. И хопа, мы здесь. Окей. Попробую ещё раз. Ой, я не ждал. Я чуть с ума не сошёл от страха. Ой, как это было жёстко. Значит, влетаем на очень маленьких скоростях. Смотрим, что мы можем с этим сделать. Летим на очень большой скорости. Скорей! Скорей! Чётко, чётко в ядро. Где мы? А! Нет! Нет! Не трогай меня! Всё, всё, всё. Я не знаю, ребят, как вас, но меня это всё жутко просто пугает. Ах, ладно. Всё, плюнуть. Давайте в пучину гиганта полетим. Это будет последняя миссия на сегодня. И никому не рассказать, не с кем поделиться о том, что мы узнали. Теперь, не отвлекаясь, летим на пучину гиганта. Посмотрим, что там за тема такая. И это, думаю, на сегодня хватит с нашей экспедиции. Это что, газовый гигант? Сдается мне, если мы сейчас туда полетим, то подохнем, да? Ой, ма... Стоп! Нет, 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 нет Мы можем нырнуть? Ой, блинушки Ой, блинушки И мы начинаем ко дну, да? А, нет Вот что это за ядро пучины гиганта Оно электрическое все А вот корабль Так, охренеть А, блин, что это? Это что-то с терновника упало Кусок терновника Ага А там и та самая медузочка Значит, да? Вон я ее уже вижу здесь Стоп Выходим И наверх Не могу Вон эта медуза Это, понимаете, здесь не особо поможет мне Мой реактивный ранец Посмотрите, я не могу здесь летать даже Вон тот остров Да-да-да, вот он Вот он, мой островок Лагерь Лагерь Окей Собственно, там тоже будет по-любому призрачная материя Да, она здесь везде Опа Что это такое? Габро Мы можем с тобой поговорить, Габро? Что происходит? Что? Что? Габро? Какабро? Ты мне нервно скажешь, что происходит? Нафиг Мой разведчик Ты же летаешь, Габро Ты больше не лежишь на гамаке Воу! Нас подкинул... Нас подкинуло... Ба-ба-ба-бам Нас подкинуло Нас, блин, подкинуло Из-за шторма Смотрите, что происходит Вы что, охренели? Как такое может быть? Что это? Это радио? Поговорить с Габром О, это ты Хорошо, что ты в порядке Первый самостоятельный полет Это всегда круто Слушай, не хочу тебя пугать Но я в последнее время постоянно умираю Все это довольно странно Что? Ты тоже? А ты как? Не доводилось ли давно умирать? Доводилось? Я не прочитал Время и правда странно себя ведет Да, твоя теория все объясняет Ну что ж Вижу, такой поворот тебя не пугает Как и тебя Лично я люблю новое ощущение А попадать во временную петлю Мне еще не доводилось Вернее, мне кажется, что... Не кажется, что не доводилось Похоже, никто, кроме нас Не замечает искривление времени Роговик до сих пор думает Что мой вопрос Тебе не приходилось умирать? Был метафорический Если рассказать о временной петле В следующем цикле Придется рассказывать заново Роговик-то не замечает Что все повторяется Офигеть Мы не одни такие Я думаю, я особенный И вот еще странность Я каждый раз вижу Все воспоминания Из прошлой временной петли Когда умираю Это наверняка связано С той большой статую На мае Которая была на одном из островов Стоило мне на нее посмотреть Как она открыла глаза И начала светиться Она воспроизвела мои воспоминания Точь в точь Как когда я умираю Статуя в музее Отреагировала на меня так же Серьезно? Наверное, благодаря статуям На мае Мы осознаем, что попали Во временную петлю Нет статуи Нет памяти о петле То есть мы все в петле Все люди Просто как только На мае на нас посмотрят Мы начинаем понимать Что мы в ней находимся Буду пока Придерживаться Этой теории Узнаешь еще что-нибудь О статуях И временной петле Расскажи, я буду тут Ладно, все это Может и подождать У тебя же первый Одиночный полет Ну типа того Давай лучше о тебе поговорим Как тебе космос? Хочу рассказать, что мне встретилось Ну-ка, ну-ка Что там у тебя? Забудь Как знаешь Расскажи, если узнаешь Еще что-нибудь интересное Ты знаешь, где меня найти Так, у тебя бывало такое Такое, что долго смотришь На смерч И он начинает тебя Гипнотизировать Точно тебе говорю Если слишком долго глядеть Можно попасть Впасть в транс Фига Так, что ты тут делаешь? Бери выше Что все мы тут делаем Ладно, шучу Я исследую Нашу солнечную систему Как и ты Знаешь, космос Дает простор для размышления Тут так тихо И спокойно Но больше, чем времени Иногда приходит смерч И сметает Мой маленький Уютный островок Тогда становится Не так спокойно Что можно исследовать На пучине гиганта? Может тебе будет интересно В начале каждой петли Я вижу В небе некую Яркую вспышку Которую, кстати, мы тоже видим Наверное, что-то происходит На орбите планеты Что еще? Что еще? Могу рассказать Об острове статуи Я его так называю Потому что это остров На котором нашлась Статуя на Майе Смекаешь? Там, на пляже Со мной случилась Вся эта история Со свечением Хороший пляж Между прочим Ставлю ему 7 из 10 По шкале отдыха Габро Если интересно Остров статуи Это тот, что соединяется Каменной аркой С двумя другими островами Ну, почти соединяется Увидишь Окей, что с этой планетой Да, вообще Я тоже в шоке А ты хочешь узнать Они побольше? Ну что ж Пучина гиганта Здоровенна И в основном Покрыта водой Тут все понятно В океане Есть сильное течение Которое не дает Покрызиться глубже Честно говоря Не представляю Как с ним справиться Суши здесь туго Я знаю Четыре острова Включая этот На одном из них Прямо на пляже Мне попалась Статуя на Майе Про смерчи Наверное, ты знаешь? Их сложно проглядеть Они поднимают в воздух Все, что задевает Даже острова Если они поднимут тебя Постарайся приземлиться в воду Так больше шансов выжить Окей Где твой корабль? Хороший вопрос Он точно где-то на этой планете Ну, если смерч не унес его в космос Вот это был бы номер Надеюсь, ему не одиноко Окей Это получается Тот корабль Габра Хорошо Там призрачная материя, да? Жопа какая-то Никто не стоит Мы можем подняться выше Я там видел что-то еще А я все думал Когда в этой игре Появятся люди смерчи Я просто видел их в трейлере Да Собственно, вот Мы можем здесь задремать Пожарить маршмеллоу Мы отсюда даже небо не видим А что это за? А это Получается Молнии бьют Ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой Нет 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 Черт Черт Стой Стой Нас выкинуло в космос Да Я бы хотел Приземлиться обратно Я бы хотел Приземлиться Обратно Ау Ааа Бук Все-все-все-все Мы уже в корабль О, боже мой Окей Кажется Все в порядке Давайте Го в корабль Фу Кажется Мы Все Мы здесь Все Да, здесь Только габру тусить Вот Вот эти медузы Надо понять Как к ним Подобраться Блин Стоп Вот здесь Хорошо Может здесь Можно пройти Нет Смотрите Походу Здесь Безопасно О, блин Ой, блин Ой, блин Ой, блин Мы в космосе А, черт Кстати, сейчас Прошли Аккуратно Прошли Стоп Стоим Стоп Стоим Жесть Очень странное Событие Здесь происходит Значит, смотрите Мы можем Здесь нормально Все, мы дошли Но Как мы должны Использовать это Смотрите Полет 4 Запись номер Неважно Аварий Две Скучных Аварий Ноль Повозвращение Спросите Что об этом Думать Сланец Ха-ха-ха Так-то Да, прямо к ядру Получай Пущи до гиганта Ты теперь Зашпатывана Не знаю Кому как А мне понравилось Поверить не могу Что меня не убило Током Роговик И жилы умрут От зависти Когда я им скажу В конце концов Не все решается силой Что ж Это место Можно вычеркнуть Из списка Остался главный приз И жди меня Черный терновник Ах Он был здесь Так Да, хорошо Реактивный ранец Может уже запасть Да, заправить Как же нам Пробраться Внутрь Ой Здорово Очень здорово Сейчас Обратно восстановится Да? Сейчас все показания Да, восстановятся Обратно Все нормально Чуть-чуть покоцался Не страшно Интересно Как мы корабль Вообще здесь оказался Я ведь его В другом месте Припарковал Ой-ой-ой Осторожней Давайте Осторожненько Оп А, есть, 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 есть. Сейчас вылечимся. Ладно, у нас... Сейчас, давайте почитаем. Есть ли у нас какие-то новые данные? Да, вот они. Оу. Оу. Ох, нифига себе. Тут даже между ними связи есть. Вспышка на орбите. Давайте хотя бы ее сейчас исследуем. На орбите пучины гиганта происходит нечто интересное. Мы помним, мы каждый раз это видим, когда респаунимся. И, кстати говоря, как нам начать действовать? Вот все, можно, можно. Окей, есть. Все, выходим отсюда. Хорошо. Как-то спокойно даже стало на душе. Вот эта станция. Ох, это же грави-пушка. И там даже какой-то есть... Не знаю, что это такое. Это телепортер или... Или лифт. Вот так. Ах. Милейсимо. Вот сейчас прямо в клаку-то залезем. Окей. Смотрите. Это что-то новенькое. Сейчас куда-то телепортнут нас. Борт-журнал обновлен. Итак, здесь у нас что? Модуль запуска. Модуль отслеживания зонда. И это у нас модуль управления. Смотрите, у нас еще одно место есть. Ох. 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 Даже музыка изменилась. Так. Не теряем время. Где мы? Что мы... Что мы видим здесь? Я не понимаю. Это... Это семена терновника. В смысле, веточки терновника. Так, забираем. Но и здесь нет на самом деле. А здесь что? Гравилат. Малева, дорогая. Касава отправляет последние детали для пушки. Скоро относительно. Мы узнаем точное местоположение ока. Гравилат. Касава сказал, что они с командой строительной базы установили максимальную мощность, которую нам ни в коем случае нельзя превышать. Малева, понятно. Правильно, я думаю, что мы проигнорируем это ограничение? Гравилат. Наши друзья понимали, с кем имею дело. Я предлагаю не обращать внимания на рекомендации. Гравилат. Если мы направим в орбитальную зондовую пушку ровно столько энергии, сколько она способна выдержать, вероятность найти ока вселенной повысится. Малева. Правильно. Зонд должен лететь как можно дальше и как можно быстрее. Я изменю настройки. Малева. У меня мурашки по коже при мысли о том, что мы завершим труды наших предшественников. Хорошо. Мы снова... Мы еще кучу новой информации добыли. Итак, давайте пока солнце не бабахнуло, это скоро произойдет. Тут есть еще. Касава. У меня плохие новости, Гравилат. Милли говорит, что возникла проблема с источником энергии, а потому мы не будем стрелять из орбитальной зондовой пушки. Гравилат. Надеюсь, ты пытаешься вызвать мой смех, Касава. Касава. Скажи Дерезе и Мальве, чтобы они вернулись с пушки. Мы с супругой пока попробуем, а побудем на строительной базе. Гравилат. Новые данные. Мы с Мальвой присоединимся к вам с Эдумом. Дереза отправилась к своему брату, Вереску. Она боится, что он будет винить себя. Милли не уверен, что у этой проблемы есть решение, поэтому эксперимент с обертальной зондовой пушкой придется приостановить. Окей. Борт журнал снова обновлен. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Воу. Где это мы? Мы... Мы здесь, на пучине гиганта. Ага. Это остров, который мы, кстати, не нашли. Видите, тут тоже много всякого интересного. Что ж, я думаю, надо выходить. Это что такое? Оу, здрасте. О! Что это? Давайте прицепимся сюда. Вот. Тихо, стоп. Что они делают? Они исчезли. Вернись, вернись, вернись. Хорошо. Мы вставили сюда эту штуку. Она вернулась. И теперь... Вот. Мы можем прочитать. 20 минут... Окей. Соборудование задействовано в проекте час пепла. Поступил запрос к запуску зонда. Траектория запуска зонда выбрана случайно. Гравитационное поле активировано. Окей, хорошо. Это... Я понимаю, это что это за штука такая? Это какая-то жижа, из которой что-то создается. Выпущен зонд. Журнал запуска. Орбитальная зондовая пушка получен запрос на запуск. Зонд запущен. Модуль отслеживания зонда получает данные. Внимание, орбитальная зондовая пушка получила повреждение. Работа модуля нарушена. Окей. И последнее. Солнце взрывается. Ой, быстрее. Ой, быстрее. Ой, быстрее. Отчетное повреждение орбитальной зондовой пушки. Зафиксировано избыточное давление на конструкцию. Проводится ценно... Давайте посмотрим все. Так. Я на монтаже, почитаю. А вы прямо сейчас. Вы прямо сейчас почитайте. Все. Присутствует поврежденная... Зафиксирована утечка кислорода из... Присутствует повреждения нет. Все. Ладно, мы что-то... Что-то получили. Какую-то информацию. Окей, ребят. Я думаю, на сегодня это все. Мы с вами очень много всего нового узнали. Я только не понимаю, как применить вот этих медуз, которые нам явно понадобятся, чтобы пробраться к ядру пучины гиганта. А еще Борджурнал, вот все обновления мы почитаем с вами в следующей серии. Фух. Блин. Так много всего. Так много информации. Мне очень трудно все связать воедино. С этим надо переспать, как говорится. Ну что ж, ребят. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. На сегодня мы с вами закончим. Огромное всем спасибо, что смотрели. Пишите ваши мысли по поводу этой игры. Пишите ваши мысли по поводу космоса. Я люблю читать, когда вы пишете большие-большие содержательные комментарии. Такое бывает, особенно когда я записываю разговорные видео, где заметил. Давненько я, кстати, их не записывал тоже. Может быть, записать, поболтать с вами о чем-нибудь. Надо подумать. Пишите об этом в комментах. С вами был Юджин, ребят. Ступайте во все мои соцсети. Это все будет в описании под видео. И, подожди, у меня сейчас какое-то такое состояние. У меня мысли где-то там. Где-то там в космосе. Вот. Большое всем спасибо еще раз. С вами был Юджин. И всем... ПЯТЬ! ПОДПИШИСЬ!